Привет! Сегодня смотрим с вами на российский нож с необычными корнями. В общем-то, это у нас Нижний Новгород, Россия, Южный Крест. Однако, у него очень много взятого такого мирового достояния. В этом ноже на самом деле собрано не только по стали, но и прежде всего по форме клинка. Дело в том, что это не смог и не всем это название о чем-то сейчас говорит, но я обязательно поясню в ходе видео. Если вы меня спросите про нож для выживания, для природы, какой бы нож я, например, выбрал для себя, то на сегодняшний день, познакомившись именно с этой моделью, я ставлю ее буквально вот в свой топ. Реально сегодня это прям номер один того, чего бы мне хотелось на природу для себя. И вот мне очень понравилась эта модель. Честно говоря, давно мне не нравились так какие-либо фиксиды. Понятно, что если вы хотите сэкономить, прям сильно сэкономить, то, ну кроме моря, альтернативы какой-то тяжело найти. То есть, если вы хотите что-то прям бюджетное, и в то же время, чтобы это все там хорошо резало и так далее, то понятно, что что-то вот такое, ваше все, ну либо это море, либо какие-то аналоги, да, по сути. Но если мы говорим про то, что вы можете позволить себе потратить на нож немножко больше денег, и хотите существенно более классный нож, то вот в данном случае Южный Крест, именно эта модель Несмук мне очень понравилась. Ну, начнем с того, что изобретателем и автором достаточно харизматичного, на мой взгляд, да, по формам узнаваемого точно по своим формам ножа Несмук является знаменитый американский путешественник и писатель Джордж Вашингтон Сирс. Он жил в 1821-1890 годах, вот, и он автор книги по выживанию в лесу, которая называется «Woodcraft and Camping» 1884 года. Эта книга выдержала десятки переизданий, вот, и дело в том, что автор сам по себе, он не отличался ни крепким здоровьем, ни большими габаритами, то есть он страдал астмой и туберкулезом, его рост был, ну, не более 160 сантиметров, да, и вес не более 40, 40, 50, прошу прощения, килограмм. Так вот, Джордж Сирс большую часть жизни путешествовал по дикой природе в США и Бразилии, вот, он достиг, на самом деле, в свои зрелые годы очень высокой степени мастерства в искусстве именно выживания в дикой природе, хотя я думаю, что в те годы, в 1800-х, там, середина 800-х этих годов, вот, я думаю, что, в принципе, люди были намного более приспособлены к дикой природе и к выживанию, но и он тогда своей книгой поразил, да, на тот момент мир, в принципе, и, в общем-то, являлся определенной, определенного рода легендой выживания в дикой природе. Так вот, он от американских индейцев племени Нарагансеты, как-то так называется это племя, в общем-то, это Джордж Сирс, вот, в общем-то, он получил от них кличку, вот, на их языке, то есть, эта кличка была Несмук, что в переводе обозначает лесной селезень, так вот, эта кличка затем перешла на нож с фиксированным клинком конструкции вот этого самого Джорджа Сирса, который таким образом и называется Несмук. Благодаря, в общем-то, яркой запоминающейся внешности, нож не потерял своей популярностью, мода на него все так же периодически вспыхивает в разных уголках нашей планеты, и, соответственно, очень многие производители выпускали ранее или даже выпускают сейчас модели вот с таким именно дизайном. Но это имеет, этот дизайн имеет определенное практическое назначение. Во-первых, нужно понимать, что у него достаточно мощный кончик, благодаря вот такой вот форме копьевидной, плюс, ко всему прочему, перенос центра тяжести дополнительный идет, что позволяет рубить ножом более эффективно, то есть, с относительно коротким ножом получается эффективнее рубка, благодаря тому, что центр тяжести немножко более смещен к кончику, то есть, здесь больше несколько плюсов. Ко всему прочему, я думаю, там нужно читать, конечно же, его книгу в более подробности, но я подозреваю, что много чего там пошкаблить, подкопать и так далее позволяет такой клинок более эффективно. Мне нравится лично внешний вид такого клинка. Ко всему прочему, здесь у нас реализована выпуклая линза со сведением в ноль, что обеспечивает шикарнейший рез этому ножу. И, честно говоря, по резу этот нож, ну, в заводском, по крайней мере, да, исполнении, уделывает даже такие резачки, как, например, вот такие вот резачки. То есть, лично мне, ну, чисто по ощущениям субъективным, рез этого ножа понравился немножко больше. Я не знаю, у меня ли такой, как бы, немножко свитрийный образец получился, да, на обзоре. Я брал его у официального дилера, ссылочку оставлю в описании к видеоролику. Но здесь вот небольшое такое вот чуть-чуть вот засвет режущей кромки небольшой присутствует. Не сказать, что какой-то критичный, но вот самую-самую малость. Я не знаю, так с производства вышло или у меня конкретно такой экземпляр. Но однозначно у меня нож не ронялся, ничего с ним такого не происходило, да, для того, чтобы небольшой вот такой вот засвет режущей кромки появился. Вот он только чуть-чуть на листочке бумаги, самую малость вот дает такое небольшое спотыкание ножу. Но в остальном шикарнейший, настолько вот прям проваливается нож в разрезаемую вот ту же самую бумажечку. Ну, это особое ощущение, я не уверен, что вы их можете оценить по видео. Я не уверен, что вы по видео можете оценить рез, когда он, ну, хороший, да, когда он совсем плохой, то тогда да. Но когда один нож хорошо режет, второй нож хорошо режет, я не уверен, что вы можете это оценить должным образом. Но в ощущениях разница, безусловно, есть. И за эти ощущения, на мой взгляд, мы в том числе платим. Так, в общем-то, нужно понимать, что соразмерные ножи зачастую работают, ну, немножко иначе. Вот, линза здесь дает свое, центр тяжести перенесенный дает свое, ну, и сами по себе формы. И, ко всему прочему, нужно понимать, что где-то вот центр ножа, получается, проходящий, да, и центр рукояти, они здесь образуют, ну, вот под таким ракурсом, наверное, хорошо видно, как бы некоторый вот такой вот угол. То есть, это не прямая линия, а некоторый вот такой вот угол, что позволяет достаточно эргономично держать нож, при этом вот резать, то есть, ладонь располагается более интересно, чем это было бы при прямой линии, переходящей, вот, получается, линия условная, такая виртуальная рукояти и линия клинка. Они вот под углом находятся, это обеспечивает тоже необычные, но мне лично понравившиеся приятные ощущения при резе. Рукояти, кстати говоря, в принципе, очень удобные, то есть, здесь явно выраженный упор, на мой взгляд, классно, что нож не относится к холодному оружию, то есть, это у нас хозяйственно такой, бытовой, туристический нож, в этом смысле замечательно. Здесь у нас, опять-таки, мощный хвостовик такой, развитый, и приталенность присутствует, и, получается, хвостовик, то есть, мы можем вполне хорошо резать как на движении вперед на укол, так и на протяг, что приятно. Опять-таки, можно переместиться ближе, получается, к навершию рукояти и обеспечить очень хорошую рубку данного ножа, то есть, все-таки, клиночек позволяет обеспечивать именно рубящие движения. Если вы подвесите темляк сюда, то это прям вообще будет, ну, не совсем замена топора, но в качестве такого ножа на природу, это очень даже классный вариант. Опять-таки, цепкая рукоять в меру, здесь у нас ничего не наминает, фулл танк конструкция, мощная, накладной вот этот, на полный хвостовик, все как положено. Ко всему прочему, вот эта красненькая отбивочка, лично мне просто нравится, как это выглядит. Ну и ощущается нож в руке, замечательно, сидит как влитой, по эргономике. Ну, я всегда, в принципе, в этом смысле, Южный Крест, один из таких вот сейчас российских производителей, которые меня очень сильно радуют. И я до сих пор не дошел до стали. Это порошковая сталь, Удэхол Элмакс, которая не боится коррозии. Супер клин, технология здесь применяется, 59-61 единица по шкале Роквелла, здесь закалка, мне нравится, как переливается выпуклая линза. Да, точить немножечко придется, там, прежде всего, править на, в общем-то, ремне, да, прежде всего, ну, или, в принципе, на досточке с пастой. Но зато это у нас все-таки, как ни крути, нулевое сведение дает такой рез, который не дает никакое другое. Да и линза, линза ощущается по-особому. Микарта у нас здесь используется на рукояти, а про клинок я, кстати говоря, не сказал, что здесь у нас 3,5 по обуху, 201 грамм по весу, но по сведению это 0, то есть, как бы, говорить нечего. 201 грамм по весу сам нож и 314 это вместе с ножнами. Вот, темлячная трубка, кстати говоря, изготавливается здесь из латуни, она большая, ну, показать вам какое-нибудь небольшое отверстие для темляка, ну, вот, в принципе, допустим, да, более-менее привычное. Или там на спайдрэка милитаре более-менее привычные отверстия для темляка. Здесь же оно существенно, как вы видите, больше, то есть, темлячки вязать здесь самое то. Ручная работа, здесь указано это и на клиночке, гарантированное качество, действительно, качество очень-очень высокое. Я какие-то слышал, там, очень давние отзывы, что где-то когда-то кто-то там бывало, ну, говорил, что можно было бы там что-то как-то подтянуть по термообработке, еще чего-то. Последние там уже много лет Южный Крест, ну, точно, абсолютно, 100% и термичит как надо, и обрабатывает вот просто шикарно. Мне нравится один из тех производителей российских, которые вот сейчас, на мой взгляд, в ножах с фиксированным клинком делают ровно то, что нужно потребителям. Да, кому-то это будет дорого, но здесь у нас Элмакс, здесь у нас очень крутая сталь, нужно понимать. Будь здесь сталь чуть-чуть попроще, ну, опять-таки, тут его довольно много, как вы видите, Элмакса, да, то есть, все-таки, ну, 200 грамм, как бы, тоже так и не слабо. Поэтому, если здесь была бы попроще сталь, попроще материалы, попроще клиночек, то, безусловно, была бы совсем другая стоимость. И у Южного Креста есть такие модельки, хорошие ножи, ничего не скажу, есть с линзой, есть с выпуклой, есть с вогнутой, есть с прямыми спусками, какие хотите, по большому счету, есть, но эта модель на меня произвела реально очень большое впечатление. Ножны здесь довольно простые, они из кожи, ну, просто нормальные, добротные ножны, то есть, подвесили кожа. Пахнет кожей, вставляется нож вполне сюда себе хорошо, легко, то есть, вот так вот входит, и даже не скажешь, что это такой необычный по форме Несмук. Так, ух, немножко неудобно. Вот. Единственное, что могу придраться, ну, это так уже совсем я придираюсь, ну, почему здесь совсем другое изображение ножа? Элмакс мы поняли, Южный Крест, Несмук, Артикул, все, ну, вы... Так, почему здесь Артикул-то такой, а нож совсем другой? Как такое может быть? Непонятно. Коробочка, кстати говоря, довольно простоватая, с другой стороны, ну, а зачем нам переплачивать, в данном случае, за какую-то дополнительную упаковку? Все равно же на... ну, на вас это ляжет, этот расход. Коробочка есть, и это уже хорошо. Нож мне очень понравился, Южный Крест, реально молодцы, респект вам большой от меня. И вот сегодня, вот сказать, что бы я себе хотел взять на природу, вообще из всего разнообразия ножей, которые у меня бывали, пожалуй, да, не смог. Это то, что мне вот прям легло в руку, и по ощущению, по вот форме, по всему, я думаю, что это самое то, что нужно. Мне, по крайней мере, ну, очень понравился нож. Пожалуй, вот сейчас, если бы я составлял свой топ, я бы его прям на первое место поставил. Очень классный. Да, цена, только вот цена. Цена это то, что немножечко, ну, кусается, понятно, что кто захочет что-то подешевле. Но есть такие варианты, есть варианты подешевле у Южного Креста, есть еще подешевле варианты, которые тоже, в принципе, можно пользоваться, тоже будут радовать вас на природе. Но это будут немножко другие впечатления, другие ощущения. Вот этот нож я-то уже прям вот взял, я думаю, что на всю жизнь. И опять-таки, аутентичный этот дизайн. Вот на картинке, я вот сейчас даже смотрю через камеру объектива, да, на мой взгляд, он не выглядит так впечатляюще, как то, когда берешь его в руку и особенно начинаешь что-то резать. Вот совершенно другие впечатления. Честное слово, если у вас есть возможность подержать его в руках, не упустите такую возможность. А если есть возможность порезать что-то этим ножом, обязательно порежьте, и вы уже не захотите выпускать его из рук. Вот прям такое впечатление произвел на меня этот нож. Очень понравился. Просто восторг, на самом деле. Вот легенда выживания Джордж Вашингтон Сирс, да, он, видимо, знал реально толк в ножах еще в те годы. Я думаю, что те выживальщики, да, 1800 там, ну в какие годы он там выживал? В 84-м году он написал книгу уже, да, вот, а выживал-то он там пораньше, в 850-м, 60-м году и так далее, да. Я думаю, те выживальщики, это совершенно другой уровень по сравнению с теми выживальщиками, которые есть у нас сегодня. Большое спасибо всем, кто поддерживает мои видеоролики своими лайками. Ссылки на официального дилера Южного Креста будут в описании к видеоролику. Это Россия, это Нижний Новгород, это ручная работа, это то, что очень будет радовать, это 100%. Всем спасибо, всем вам огромной удачи, всем пока.